На протяжении многих лет Нефтьюганск занимал первое место в округе по скорости распространения ВИЧ-инфекции. Было выявлено, что большинство случаев заражения произошли из-за употребления наркотиков. Это было связано с использованием внутривенных препаратов. К счастью, за последние годы статистика стала лучше. Буквально пару лет назад наш город уже перешел до третьего места по количеству идентифицированных людей, потому что теперь основной путь передачи – это незащищенный половой контакт. В рамках Международного дня борьбы с наркоманией сегодня с 15 до 17 часов дежурил мобильный пункт, где с помощью всего одного инструмента и пробирки со специальным раствором можно было узнать свой ВИЧ-статус. Также будем говорить о профилактике наркомании, так как это до сих пор остается актуальной темой для нашего города, о том, что это опасно не только для одного человека, который употребляет наркотики, но и имеет свои последствия для членов семьи, для других людей, которые его окружают. Медики выявили, что многие молодые люди считают опасным в плане передачи вируса укусы комаров. Чтобы развеять этот миф, сотрудники Центра медпрофилактики раздавали буклеты и рассказывали подробнее о реальных путях передачи, а также провели анкетирование на проверку знаний. Олеся Белова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».